ЛЕФТ ФО ДЕД Иначе они не смогут выжить в нашем ужасном апокалипсисе с зомби. Сюжет мы решили сделать довольно туманным. Известно только, что появилась какая-то болезнь, вирус. Она очень быстро разошлась по миру, и заболели почти все. Зараженные превращаются в сумасшедших монстров, которые только и думают о том, как бы вас убить. Сзади меня играют в типичную кампанию ЛЕФТ ФО ДЕД. Изначально в игре будет четыре таких кампании, в каждой по пять карт. Продвинутая команда выживших может пройти всю кампанию где-то за час. В том случае, если они действительно хорошо играют и смогут выжить. А так бывает далеко не всегда. В начале разработки мы экспериментировали с различными скриптами и триггерами. Со временем стало ясно, что продвинутый игрок сразу же понимает, где появятся монстры. Так что мы решили сделать полностью процедурную систему. Наш режиссер искусственного интеллекта каждый раз по-новому населяет карту зомби. Вы никогда заранее не узнаете, где бродят зараженные и где стоят боссы. В результате игра всегда будет показывать что-то новое. ЛЕФТ ФО ДЕД по сути командная игра. Изначально мы сосредоточились именно на роли выживших. Но со временем стало понятно, что многие хотят играть из-за зараженных. Так что вы сможете присоединиться к любой из двух сторон. Игроки зараженные выполняют роль боссов. Их также контролирует режиссер искусственного интеллекта. Начиная игру за выжившего, вы берете оружие и идете с товарищами в бой. Зараженных же будет периодически возрождать режиссер. У вас будут необычные способности, с помощью которых вы и попытаетесь остановить выживших. Мне нравится, какой в ЛЕФТ ФО ДЕД потенциал для создателей модов. Проще всего будет сделать новые кампании и карты. Благодаря нашему процедурному игровому процессу, создателю мода нужно просто построить карту и отметить начало и конец. Все остальное режиссер искусственного интеллекта сделает сам. Не придется размещать ни врагов, ни скриптов. В ЛЕФТ ФО ДЕД всегда включен огонь по своим. Но у нас есть несколько систем, позволяющих предотвратить случайные убийства товарищей. Во-первых, система поощрений сделана так, что становится понятно, кто помогает команде, а кто нет. Так что, когда игрок стреляет в своих, вы это узнаете. Есть и система уклонения, не дающая игрокам подходить друг к другу слишком близко. Урон, наносимый товарищам, меняется в зависимости от уровня сложности. На легком повреждения будут совсем незначительны, но на самом деле это важный элемент ЛЕФТ ФО ДЕД. Игрокам придется постоянно следить за своими товарищами. ЛЕФТ ФО ДЕД выйдет, когда будет готово, если честно. Похоже, многие ее ждут, так что хочется убедиться, что игра будет идеально отполирована. Условно скажем, 2008 год. То есть, что я скажу, 2008 год. Это что мы ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова